Да, да, все, привет Алло, о, все, теперь меня слышно Короче, Фогич, во-первых, молодец, молодец Несмотря на недоконтроль какой-то там ошибки Все равно красавчик Но, зачем ты нас заставляешь опять волноваться? Что за 0.1? Вот как это так можно? И где вебка? А, мне видео еще включить? Да, давай, мы с удовольствием будем смотреть чатик Отлично, вот, хорош Я понимаю, что ты не специально Но в первой игре я слышал ответы на вопросы Меня интересует несколько другой момент Когда ты на экспанде отступаешь наверх Экспа у тебя нет Ты видишь, что андет снизу И тут он пропадает из твоего поля зрения Ты понимаешь, что он, скорее всего, идет на желтую точку Но сам туда почему-то сразу не идешь Почему? Ты имеешь в виду после того, как я потерял инвул на наге И потом уже... Нет, значительно позже То есть, когда уже лимит 50 Когда карта съели Остались точки угловая правая И угловая левая Помнишь, он идет на тебя У тебя экспанда нет А, когда экспанда не было? Да, ты отступаешь наверх И желтую точку ему правую отдаешь просто Хотя, ну, ты знал, что он туда идет Почему ты не крипджекнул его? Да, я должен был крипджекать Я как раз сразу после игры об этом подумал Что пошло не так Мне надо было отдавать сражение Но я ждал до последнего Чтобы полностью быть готовым Рык Реджу Я не хотел без Рыка Реджуа врываться И вот эти 10-15 секунд, что я потерял Он как раз пошел нагло, закрипал Ну да, я считаю, что А с Мурлоком как там Они сами пришли или ты их начал крипить? Я вот этот момент упустил У меня нага была 2,9 Я решил, что все Я уже не успеваю крипджекать Но типа Мурлоков я еще подкреплю Но я не успел, поэтому да Все понял Чувствовалось влияние пинга Потому что мы замечали некоторый момент Когда ты став в него в ремьюзал Или там Димку потерял Когда вот Ну, Димка, понятное дело, что там ничего не решала Пинг реально влиял на твой микроконтроль? Или не очень? Ну, конечно, влиял Но не прям так, что Другие моменты решают больше Типа план на игру То, что ты там колодец не забыл То есть, конечно Но так как ты привыкаешь играть с пингом Ты уже не обращаешь на это особо внимания И ты уже стараешься там заранее стафать Ну А там какого у тебя сейчас 140 пинга? Или сколько там привычный сейчас? Ну, в среднем просто 170-180 Вот Ну, конечно, что влияет Ну, прям минимально Не так, что прям Невозможно играть То есть я Ну, я могу с этим как-то справляться Хорошо Значит, Тиаш или Инфи По уровню Для тебя Кто приятней? Одинаково Одинаково? Я считаю Да, но я с Тиашем считаю Что я очень сильно недоиграл Поэтому я постараюсь Вот Использовать сейчас Будет завтрашний будет игр Поэтому я постараюсь Использовать это время Чтобы Исправить Тебя смутило Вот Давай по ТСу По этому По Тиашу Тебя смутил агрессивный стиль? То есть Насколько мы поняли Как Самые большие проблемы В той игре То, что он пришел Нахарасил Ты вынужден был Ставить лорницы не там Ты вынужден был Ну У тебя отменили экспант Ты вынужден Экспант был Ставить не там И после того Как было сражение И тебе снести лорницы Ну То есть Там Одно цеплялось за другое То есть Вот этот начальный харас От него Ты лорницы влепил В другом месте Экспант Не удалось поставить Ты экспант влепил В другом месте Но все вынуждено получается То есть У тебя ответы были такие На его Агрессивные действия И все Друг за дружкой цепляется И в определенный момент Там ситуация была такая Что Вроде посражались хорошо В левом нижнем углу Но у тебя минус лорницы Ты еще там 300 голды на руках 36 лимита И все И ты уже не можешь Никак из этой Хрени выбраться По твоему мнению Какие там были Моменты Ну то есть Такой ли был сценарий Или Какие там еще были Моменты Поначалу Да Все Было Ожидаемо Что он пойдет ко мне И Ну Если по мелочах То можно было Колодец Четвертый Раньше поставить Сразу телепорт Прожать Я почему-то подумал Что стаф уже появился В магазе Я не хотел тратить Телепорт И в этот момент Мне снесли колодец То есть Получается Что Вместо того Чтобы терять Три колодца Я мог потерять Один Например Да Портануться Варденкой От веера Откинуть И Начало Было бы лучше И так и надо Было Вот А потом Был момент Что я с дирижаблем Залетел И не улетел Потерял Дирижабль И дриаду Это очень Меня тоже сильно Назад Откинуло Экспанд Надо было Сразу внизу Ставить А не наверху А и потом Конечно ключевое Я считаю Что надо было Второго героя Брать И по крайней мере Свои точки Наверху забрать Но не то Что там Можно было Пойти Ему не дать Верх Крепить Но можно было По крайней мере Свои забрать Так получается Что он И боковые Закрепил И наверху Подкрепился И у меня Второй герой Первого левела И у него Прокачка лучше Ну таких Таких моментов Было много Поэтому Я понял Но скорее всего Все из-за Такого агрессивного Или ты все-таки Был готов К тому что Он будет Лезть Постоянно Ну как оказалось Не совсем был готов Слишком много Колодцев терял Нельзя так Колодца Отдавать Получается Что я Что там Шесть рабов Убил А он мне Три колодца Убил То он меня Больше на харассил Чем я А говоря о харассе Spirit of Vengeance На экспанде Помнишь Отдал Это тоже Да Ну поэтому Да Много было На тессе Ошибок Я надеюсь Что с инфи Я минимизирую Это все С хавком Будете трениться Сегодня-завтра Или нет Как Ну я понимаю Что это секрет Но мы китайцам Все равно не расскажем При всем желании Да Да Если у него Будет время То Я сейчас Первым делом Напишу Наверное С кем еще Мне играть Ну с пухом Не поиграешь Он только Видишь на словах Молодец Подожди А какая вторая карта Была с Тиашем Напомни пожалуйста Я сразу ее Азе На Азе Я должен был выигрывать Но Я Ой там такое начало Бокло Единственная ошибка Я считаю Что это то Что я после того Как отжал телепорт Я вместо того Чтобы пойти Покрипить карту Потому что Масарчи Быстрый криппинг Я При том что я разведал Что там МК выходит Я против МК пошел к нему на базу И из-за этого проиграл игру Да там были тролли С сеточками Давайте посражаемся Райадом С нейтралами Потом ты Берешь стафы Но и не их не используешь У меня так горело В эти моменты Раньше ты не брал стафы Ну то есть Ставил поздний магазин Сейчас начал брать стафы Я прям такой счастливый Сижу У тебя два героя Два стафы Умирают две арчи Боль Боль Но дело в том Что против МК Вообще нельзя пушить То есть пока у него МК делается Мне надо просто Забирать карту А я Ну это еще старая Моя Агрессивная игра Насколько Сейчас же МК Не в каждом Не каждый раз появляется Да в этом матчапе Не почему Довольно часто Окей Ну хорошо Вообще Очень-очень классно Что все-таки Прошел в плей-офф Уже в призах Там дальше Ну инфи понятно Это первоочередная задача Но либо Лин Либо Ла Лайт Тебе же с Ла Лайтом После игры с Муном Линовским Интереснее будет играть Я думаю Да? Наверное Да Смотрел Вот за этой серией Как там они Зарубались Арчи на Таурены Ой нет Нет Я матчи вообще не смотрел Потому что Зачем мне Мысли другим забивать Я думал только О своих матчах Я думал Как в ФС Обыграть Да-да Ну видишь Получилось хорошо Так Пара вопросов Из чата Если Если позволишь Сейчас пацаны Наверняка Подключатся Мы болели Мы бжухали Я не знаю Ты слушал Это самое Чувствовал Не чувствовал Чати Гудгейма Обязательно Выведи на стрим Хорошо Фогич? Так Я не вывожу чата Не по той причине Что Гудгейм Я же Ютуб тоже Не вывожу Просто Если Три чата Слишком много Сообщений Я все равно Не успеваю Ответить Я понял Хорошо Ну и И много еще чего Ага Помогли А нет Симба спрашивает Симба приходил Просто пользователь Говорил что Ну неважно Это потом С кем тяжелее играть С хуманами Или с орками Вопрос Хуманы или орки С кем проще Я думаю Что С орками С орками Ну хотя Я не знаю Как сейчас Это стиль Лина Через форсира Но Против блейдмастера Просто Ну против орков Нереально много матчей Было сыграно По крайней мере Больше чем Там Тиаш и Инфина Играли против Эльфов топовых Поэтому там Более понятно Есть Понятные стратегии А вот Сейчас Хумэльф Там Поменялось То что Лавлиет Эту стратегию Ввел С массерчами Поэтому Их умы Сейчас в той стадии Что они По-разному Пытаются адаптироваться И разные Хуманы И разные Стили играют Поэтому Я думаю Хумэльф Посложнее будет Понял Там толковых Вопросов нет Я последнее От себя Задам Скажи честно Мы ему не скажем Пух действительно Помогает тебе В тренировках И как Конечно Он всего себя Отдает Сильно Сильно Переживает Бывает Что Он очень много Мои игры Смотрит Но Старается Во всех Аспектах Помогать Морально И В плане Теории И Говорил Если Не будет Спарринг Партнеров То даже Натренится И потренет Поэтому Выкладывается На пол Я ему Очень благодарен Поэтому Тренеру Поклон Спасибо тебе Большое Будем болеть В плей-оффе Хорош Отдыхай Тренируйся Хорошо Что есть Пауза В этот день Да Спасибо Что позвали Всем Желаю Хорошего Просмотра Пока Пока Пока